Ребят, всем привет, это Руденко. Вы находитесь на Гавайях, Соединенные Штаты. Мы с Рафалом решили протестить новый вариант подачи контента. Пишите, как вам зашло. Фишка в чем? Я буду снимать мой день, как я его провожу, а Рафал запишет его день. Как ты думаешь, получится у тебя? Да, я думал, что можно попробовать. И мы не будем говорить друг другу. А потом мы все это дело смонтируем в одну кучу и посмотрим, кто круче или не круче проведем. День мы взяли чисто случайно. Берем, к примеру, вторник, да? Вот, берем вторник. Поехали, посмотрим, что из этого получится. Привет, уважаемые подписчики канала Руденко. Это Рафал. Сегодня я хочу вас взять на самый эксклюзивный хайк, который доступен только для гавайского населения. Чтобы въехать здесь, надо показать, что вы живете на Гавайях и впускают. Я никогда здесь не был, тогда я сам тоже не знаю, что нас здесь ожидается. Ну, давай, пошли. Пока некоторые тусуются, отдыхают на Гавайях, ходят по хайкам, мы тут строим стенки, ломаем. Сегодня будем перестраивать стенку из кирпича по периметру. Тут такая небольшая секция для трэш-тэнк. Но суть не в этом, я что хотел сказать. Интересная штука. Американцы строят дома из дерева, металлического профиля, а заборы и гаражи из кирпича. Сегодня, собственно, вот такие вот блоки мы будем устанавливать. Снесли уже старый забор, к сожалению, этой информации нет. Однако, хочу пожелать товарищу майору Рафалу хорошего хайка от нас, от пролетариата, от рабочего класса. Рафал, держись там, кайфуй, пока мы пашем. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Короче, ребята, сегодня день огонек, блин. Я не знаю, хрен мы сегодня успеем все сделать, но главное сегодня залить периметр, выровнять уровень и тогда завтра я приеду, накидаю камешков, за один день мы со всем справимся. Работаю, работаю у ребят, у которых вот такой вот шикарный джип один в один, та же модель, которую Валерия Николаевна пытается склепать, но это, как говорится, информация на будущее. В ближайшее время появится и такой контент Валерия Николаевна, она меня иногда удивляет. Женщины способны удивлять. Ребята, верьте в своих жен, и тогда они принесут вам, блин, уникальное как минимум настроение. Ладно, хватит трепаться, идем работать. И что вы думаете, она сказала? Рафал, надеюсь, как там идется, как пейзажи, надеюсь, пейзажи шикарные. Ну, пока мы едем, короче, как обычно, ни хрена мы не купили все сразу, и поэтому сейчас едем в наш местный магазинчик City Mill, в котором есть 101 чудо, как удовлетворить строителя на местном уровне. Ну, реально, клевый магазин с классной подборочкой, единственное, цены чуть-чуть повыше, чем в других, но зато есть очень уникальные фишечки. Короче, едем покупать 2x6, я охреневаю от цен на данный момент, цены просто закачаешься. Кусок деревяки стоит, блин, там 10 баксов, 10 долларов за деревяшку 2х6 дюймов 8 футов длиной. Это просто печаль, печальная. Хорошо, что клиенты за это платят, а не я, поэтому без этого ничего нельзя построить. Материал нам нужен, за бензин мы заплатим. Так, купили еще немножко микса, раствор, 7 мешков, будем делать периметр. Я не знаю, как вам хайки, это, конечно, все очень ароматично, красивые виды, но настоящий строительный фитнес никто не отменял. Поэтому собираемся и едем дальше работать. Тони, ты готов? Да, я хочу мою воду, я первый день. Let's go. Короче, у нас тут такой нормальный хайк в Милилане получается. Готовим периметр. Наш пешеход уже закончился. К сожалению, мы не дошли на сам верх, потому что мы слишком поздно в начале. Я думаю, что лучше начать с самого утра, не так, как я, мы начали где-то в 2 часа. В пару местах появился мой друг, Данил. Вам интересно, кто это, поэтому я решил, чтобы он рассказал о себе, вам. Вот и это он, Данил. Привет вам, я Данил, мне нравится у Рафаа на канале. Я надеюсь, что я буду его гостем. До свидания, до следующего раза. До свидания. Хорошо? Мы обязательно вернемся. Что ж? Итак, Рахал Стаховский. Я надеюсь, вы хорошо сегодня отдохнули. Появили прекрасное время, потому что мы с Тони сегодня в вашем. Мы строим Америку. Колумб ее открыл, а мы ее все пытаемся достроить. Всем хорошего настроения. Мне уже нечего добавить. За исключением того, что я хотел показать, какие здесь клевые тачки. Хотите обзор на них замутить? Короче, есть вот такой вот джип 95-го года. Есть вот такой вот джип прикольненький. Это у нас, по-моему, 2017 год. Есть вот еще красный джип. Но про тот красный джип анонс и все остальное снимать будет Валерия Николаевна. Это она купила. Она с ней будет трахаться. Вот. И я не против, кстати. Если она будет трахаться исключительно с этим джипом в плане ремонта. Все. Всем приятного, не знаю, просмотра. Я, честно говоря, такой затраханный. Сейчас хочется рассказать о том, что многие мигранты приезжают, рассказывают там разные сказки. Я стараюсь не поливать грязь. Я, честно говоря, стараюсь быть объективным и говорить как есть. Чтобы хорошо в Америке жить, надо дохера работать. Как минимум на первых этапах. А как будет дальше, мы вам расскажем. Всех благ, ребята. Ребята, вот такой вот получился контент. Не знаю, нравится, не нравится. Мне кажется, получилось весело, интересно, молодежно, креативно. Ядрить-мадрить. Я даже сегодня уже устал. Капец, как жарко. Плюс еще ко всему, мы с Рафалом, Рафал молодец, он хороший водитель. Мы стоим на КПП 25-х пехотной дивизии и ждем, когда нас пропустят. Всего есть 4 линии. 4 линии, блин. 3 пустых полностью. Но Рафал встал в ту линию, которую проверяют уже минут, наверное, 15-20. В общем, сидим и тупим. Рафал, ты водитель от бога. Как вам такой контент? Стоит ли продолжать? Потому что очень классно, по-моему, записывать видеоролик от двух людей, не зная заранее у кого какие планы. Но учитывая, что я все время херячу, Рафал тоже работает довольно-таки часто, не всегда он ходит на хайки среди белой дня. Хотя хрен его знает. Посмотрим, позаписываем, посмотрим. Что, скажешь что-то напоследок, люди? Ну, я надеюсь, что вам понравилось. Я тоже хочу вам просто показать, какое красивое место Гавайи. И я буду пытаться это вам показать. Пане Топанове, подписывайтесь, потому что, ну, это бесплатно, и налогов нельзя платить. Почему бы нет? Нельзя платить. Ай, налогом не облагается. А мы третий раз пытаемся это записать. Ладно. Ребят, колокольчики там, все эти прикольчики, колокольчики, бубенчики. Нажимаем, потому что на данном этапе, вот, Рафал считает, что надо продолжать заниматься каналом. А мне порой такое блог. Поэтому немного мотивации от вас не помешает. Еще одно, Иван, подписчики сказали, что вот, они заходили к тебе, потому что это был самый позитивный канал. Ты больше так не говоришь? Надо сказать, что это самый позитивный. Все на позитиве. Да, я вообще всегда на позитиве. Просто такая ситуация, война, как бы, блин, немного не до позитива. Но те, кто знают меня в повседневной жизни, вот, каждый день, позитива мне не занимать, по-моему, согласитесь. Ребят, мы победим. Все будет хорошо.